Леонида Каневского нельзя назвать кумиром миллионной зрительской аудитории или звездой кинематографа. Но несмотря на это он занимает свое достойное место в отечественном кино. Кинокопилка этого замечательного актера насчитывает несколько десятков образов. Однако наиболее всего он запомнился телезрителю в роли следователя, которому под силу разгадать любые загадки. Но что известно о личной жизни Леонида Каневского и как сейчас живет легендарный майор Томин из популярного фильма «Следствие ведут знатоки». Будущий актер появился на свет 2 мая 1939 года в Киеве в интеллигентной еврейской семье. Родители мальчика никакого отношения к театру или кино не имели. Отец был по специальности технолог-фруктовщик и мечтал, что когда-то сыновья продолжат его дело. Мама – домохозяйка. В молодости она была студенткой консерватории, но после того, как в 17 лет вышла замуж за Семена Каневского, оставила мечту о музыкальной карьере и занялась домом и воспитанием двух сыновей – Леонида и его старшего брата Александра. Мама не смогла стать известным музыкантом, но любовь к прекрасному передала своим сыновьям. Мальчики с детства росли творческими личностями. Саша прославился литературным талантом и сейчас все знают его как популярного писателя-сатирика. Леня же с детских лет увлекся кинематографом и театром. Ни одна премьера кинофильма не обошлась без его участия. Он готов был экономить на еде, чтобы иметь возможность купить билет в кино. Когда же пришло время определяться с будущей профессией, парень сообщил родителям, что намерен поступать в театральный вуз. Взрослые не были в восторге от заявления сына, однако препятствовать не стали и позволили сыну ехать покорять Москву. Столица встретила Леонида не так гостеприимно, как это ожидалось. Ни в Амхат, ни в Щепкинское училище Леонида не принимали из-за украинского акцента. Молодой человек уже не надеялся, что ему удастся поступить в театральный вуз. Его последней надеждой было Щукинское училище. Так, попытав удачу, ему удалось стать студентом заветного учебного заведения. Дебют в кинематографе состоялся в 60-е годы. Первой работой Леонида стала картина «Сорок минут до рассвета», где ему досталась роль завмага. Эта картина не добавила артисту ни славы, ни продвижения карьеры. Затем в его карьере были исключительно эпизоды, причём из интересных можно отметить только в фильме «Бриллиантовая рука». Вскоре артист исполнил заметную роль в киноленте «Город мастеров», где он сыграл образ шефа тайной полиции. А вот всесоюзную известность и славу Леонид Каневский обрёл в начале 70-х годов. Артист появился в образе майора Томина в телесериале «Следствие ведут знатоки». После проката первых четырёх серий популярность фильма побила все рекорды. Было принято решение продолжить съёмки и в следующем году. Востребованность картины просто ошеломляла, поэтому её снимали вплоть до 1989-го. В это же время актёр продолжал сниматься и в других кинолентах. Среди его работ стоит выделить такие ленты, как «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Физика в половине десятого», «Мэри Поппинс до свидания», «Пеппи длинный чулок» и другие. Что касается жизни семейной, то Леонид Каневский женился лишь однажды и на всю жизнь. В 1975 году женой актёра стала Анна Березина, которая владеет ивритом, чешским, польским и английским языками. Судьбоносная встреча в жизни Каневского произошла ещё в начале 70-х. Он познакомился со всем юной девушкой, которая была на 10 лет моложе него. Они очень долго встречались. Позднее Анна представила любимого мужчину своему отцу Ефиму Березину, знаменитому советскому юмористу, который выступал на сцене под псевдонимом Штепсель. В 1977 году семья Каневских пополнилась дочерью Натальи. Актёр проявил себя как нежный и заботливый отец. По своему характеру малышка напоминала папу. Девочка выросла сильной и целеустремлённой личностью. С детства она умела убедить практически любого человека в своей правоте. В 90-е годы, как и многие другие актёры, Леонид остался без работы. И в скором времени Каневский решает перебраться в Израиль. Многие считали, что артист перебрался в Тель-Авив из-за разочарования в отечественном кинематографе. Однако, по словам самого Леонида Семёновича, на переезд он решился после того, как его друг Евгений Арье предложил ему создать в Израиле драмтеатр Гешер, название которого переводится как «Мост». В труппу театра вошли бывшие соотечественники Каневского, артисты из разных театров СССР. Но родиной Леонида всё же была Россией, и когда его звали сниматься в Москву, то он с радостью принимал приглашение. В то время артист много времени проводил в пути. Ездил в Россию на съёмки и возвращался в Тель-Авив. После переезда в Израиль супруга актёра устроилась работать переводчиком в швейцарскую компанию, которая продаёт металлы. В Израиле Анна занялась изучением иврита. Вначале дочь хотела стать артисткой. Наталья даже училась в театральной школе, выходила на сцену. Сама занималась постановкой отдельных отрывков пьес. Но позже девушка изменила вектор своего развития. Она поняла, что работа артиста не для неё. К этому времени она уже успела поступить на актёрский факультет Израильского театрального института. Но из-за русского акцента Наташе приходилось трудно, поэтому она изменила специализацию на костюмера и декоратора. Девочка с детства неплохо рисовала. Она самостоятельно занималась разработкой эскизов туфелек, шарфиков и кофточек. Во время заграничных поездок с женой, Каневский брал с собой рисунки дочери, на которых она изображала вещи, чтобы папе было проще выбрать ей подарок. Леонид Семёнович обходил магазины до тех пор, пока не покупал именно такую вещь, которую нарисовала его дочь. Жена его останавливала, не мучай себя. Какая разница, этот будет цвет или другой. Но он твёрдо настаивал на своём. Подберём точно такой, как она нарисовала. Эти старания отца не пропали попусту. Сегодня Наталью Каневскую в театральной и кинематографической среде знают как талантливую художницу по костюмам, сценографа и стилиста. Она сотрудничает с израильскими и российскими постановщиками. А в «Ревизоре» и «Поздней любви», которые идут на сцене театра на Малой Бронной, дочь Каневского играет главные роли. Также Наталья изготавливает аксессуары и выпускает коллекции. Их можно увидеть на московских неделях моды. Свои украшения дочь известного актёра часто дарит подругам, среди которых и звёзды театра и кино. Наталья замужем за искусствоведом Идо Нативом, который преподает Иврит студентам Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Также он создал проект «Ивритник». Израильское посольство пригласило Натива преподавать в свою воскресную школу. Идо работает менеджером по коммуникациям в Сколковском институте науки и технологий. Со своим будущим мужем Наталья познакомилась давно. Они посещали одну израильскую школу, но Натив на два года старше дочери Каневского. После получения аттестата о среднем образовании Наташа долго не видела Идо. После случайной встречи на улице их общение возобновилось. Чаще молодые люди переписывались в интернете, так как девушке пришлось по работе переехать в Москву. Натив очень переживал, что Наталья уже не вернётся в Израиль. После её приезда он срочно организовал встречу с отцом любимой девушки, чтобы попросить руки его дочери. Актёр называет своего зятя талантливым человеком. В 2012 году Наталья родила дочь Амалию и через три года сына которого назвали Ником. Леониду Каневскому в настоящее время 83 года. Он по-прежнему живёт на две страны. В Израиле он выходит, как и прежде, на сцену театра. Там его ждёт жена, любимая и единственная. Начиная с 2006 года, Леонид Каневский стал телеведущим своего авторского проекта «Следствие вели», выпуски которого и по сей день выходят на экранах телевизора. С первых же дней программа получила высокие оценки и по сей день остаётся очень популярной среди зрителей.